Добрый вечер, дорогие товарищи! Мы продолжаем рассматривать экономику и экономическую теорию марксизма, а также экономические проблемы современной России. Сегодня у нас семинарское занятие. Список вопросов был размещен в системе дистанционного обучения Красного университета. Также там был дан список рекомендованной литературы. Мы докладываем встановку, все ответы и контрольные работы, которые поступили по состоянию на утро сегодняшнего дня, проверены. Так что свои результаты можете увидеть в ФДО. Что можно сказать в целом по тому, как отвечают? Первая тенденция, она очень замечательная. Она свидетельствует, что слушатели Красного университета самостоятельно читают литературу марксистско-ленинскую и как-то в голове это все представляют, как полагается. Но при этом, понятное дело, нельзя объять необъятность с одной стороны. Есть сложные вопросы и мы сегодня будем обсуждать. Второе, это уже замечание и к себе, как к преподавателю Красного университета. Вот стоит какой-то сложный вопрос не то, что обойти, а как бы пройти вскользь, не акцентируя внимание, не раскрывая, то, конечно, соответственно, и у слушателей возникают такие вопросы. И один из них, это вопрос под номером 2, основной экономический закон капитализма, цель капиталистического производства. Но, как говорится, расклад такой из полученных ответов 50-50, половина слушателей дали правильный ответ, что основной экономический закон капитализма это закон стоимости. Ну, вот и здесь у нас тот же самый закон стоимости, а другая половина сказала, что закон прибавочной стоимости. Да, специально мы остановимся на этой проблеме, она серьезная. Она теоретическая, но это такая теоретическая проблема, которая тянет за собой кардинальные практические вопросы. В том числе и судьбы социализма, которые были решены тем, что произошел откат капитализма. Ну, вот так, два буквально предварительных замечания. Вот так, заходите. На что надо обратить внимание. Первое замечание, что мы рассматриваем производственные отношения. То есть экономика, экономическая теория или политическая экономия, как у Маркса термин, рассматривает и исследует производственные отношения. То есть отношения между людьми, которые возникают в процессе производства. Но поскольку все и в обществе, и в природе, и во Вселенной развивается, то есть проходит ступень, что-то рождается, проходит ступень своего развития, и затем приходит, уступая место более развитому состоянию, то, соответственно, капиталистические производственные отношения являются вечными данными. Раз навсегда данными. Вот это первое замечание. И второе, с чего мы начнем. С первого вопроса. Капиталистическое производство. Я зачитаю один из ответов, который был в системе СДО, что капиталистическое производство – это товарное производство. Точка. Вот правильно это или неправильно? Кто может? Правильно, но не истинно. Пожалуйста, будьте добры, назовите себя. Николаев Михаил, слушатель Красного университета. Ну, это правильно, но не истинно. Капиталистическое производство – это товарное производство, но поэтому оно всеобщее товарное производство. Это существенный момент, который надо определить для того, чтобы понять, что такое капиталистическое производство. Почему всеобщее? Потому что в таком виде производства товаром является все, в том числе товаром является труд рабочего. И труд рабочая сила. И только поэтому капиталистический способ производства можно назвать всеобщим товарным производством. Первичный товар, из которого возникает стоимость этого товара, с эксплуатацией и так далее. Капиталистический способ производства – как его еще можно охарактеризовать? Из всех пяти известных способов производства – это такой вариант эксплуатации человека-человеком, при котором, как я уже сказал, есть товарное производство, оно всеобщее. Значит, рабочий продает свою рабочую силу, а капиталист ее покупает и эксплуатирует, для того, чтобы в конечном итоге пользуется присвоением прибавочной стоимости. Ну, совершенно правильно, вы уже сказали, как студенты иногда любят говорить. Короче, значит, капиталистическое производство – это товарное производство на той стаде или той ступени его развития, когда рабочая сила становится товаром. Точка. Вот если подытожить. То есть вы сказали совершенно правильно. Вот такое важное уточнение. Это не просто товарное производство. Поскольку товарное производство, скажем, существовало и до капитализма, и рабовладельческое способе производства, и при федерализме в определенных ситуациях были товарные отношения к товарному производству. И это первое. И второе. На чём покоится капитализм, капиталистическая производство? На этом самое товарное производство. То есть разрывать товарное производство и капитализм никак нельзя. Если разорвать вот эту неразрывную связь, то мы придём к неверным теоретическим выводам и вообще к печальным практическим результатам, последствиям. Ну вот как вот, какая здесь связь-то она простая? Вот человек рождается из одной клеточки, правильно? Так из человеческой клеточки, из этой клетки человек рождается или, я не знаю, там, заяц? Ну человек, конечно. Человек, а никто там не может. И разорвать здесь нельзя. И мы переходим по этому, ко второму важнейшему опросу, который вызвал трудность у слушателей. Сразу признаюсь, мы пытаемся вместе с другими преподавателями как-то несколько изменять и, так сказать, методику преподавания и, так сказать, манеру подачи материала. Если в прошлом году я раскрывал эту тему на лекции, то вот в этот раз, как-то так, скользь, мимоходом сказал, что основной экономический закон капитализма – закон стоимости. Но это вызвало трудности. Поэтому мы должны остановиться на этом вопросе. Значит, почему у классиков, у Марса, у Энгельса следует, что основным экономическим законом капитализма является закон стоимости, а не какой иной закон? Вот у Энгельса в антидюринге есть такая работа замечательная, у Фридриха Энгельса в антидюринге. Он прямо пишет, что закон стоимости, основной закон товарного производства, забитая, следовательно, и выше ступень его развития капиталистического производства. Как-то так, близко к тексту. Кто может что рассказать о этой проблеме, о этом вопросе? Вот один из слушателей, Гнитнев Евгений Евгений Евгений, очень коротко дал правильный ответ. Я, пока вы думаете, хочу сказать, что были у нас большие проблемы, что некоторые коротко излагают свои мысли, ну а некоторые слушатели, многостраничные давали такие трактаты, поэтому вот сейчас есть определенные ограничения. Надо решить две задачи и дать правильный ответ на поставленные вопросы, и причем в краткой форме. Вот он так пишет, что основной экономический закон капитализма – закон стоимости. Все последующие законы являются развертыванием закона стоимости. Очень короткий, наверное, самый правильный ответ. Короче, не дать. Значит, давайте рассматривать. То есть вот эта вся система производственных отношений капитализма, там же много и категорий, экономических законов. Ну какие вот экономические законы капитализма, вы уже знаете. Вы и капитал открывали, Марс, и всю эту литературу. Ну первый встречается, закон стоимости, так? Ну буквально, когда Марс начинает рассматривать элементарную клеточку капитализма товар, он обнаруживает, что две стороны. Потребительной стоимости, ну меновую стоимость. Но меновая стоимость – это категория, которая лежит на поверхности. Нужно лежать туда, в сущность, пойти, в глубицы. И вот за меновую стоимость Марс раскрывает или обнаруживает стоимость. А закон – это что такое у нас? Это спокойное явление, правильно? Спокойное явление. Вот стоимость – это абстрактный труд, воплощенный в товаре. Ну и закон стоимости, определяет затраты от абстрактного труда на производство товара. Так вот, кроме закона стоимости, если дальше считать капитал, какие законы? Раскрывает. Пробавочная стоимость. Вот нет такого закона. Закон тенденции нормы прибыли. О, совершенно верно. Мы вот сразу каканули в третий том. Это важный вопрос, мы на нем остановимся. Никакого закона прибавочной стоимости у Марса нет. нормы прибыли к понижению. Сейчас, сейчас, да, нет, спасибо. Есть законы производства прибавочной стоимости. Ну, если посмотреть, первый том, последовательно пойдем. Есть законы денежного обращения, количество денег, необходимое для обращения. Есть законы производства прибавочной стоимости. Закон капиталистического накопления. Всеобщий закон капиталистического накопления. Капиталистический закон народа населения. Ну, если мы туда сразу скаканем в третий том, то замечательный такой закон. Как он правильно называется? Закон тенденции нормы прибыли к понижению. Не совсем правильно. Не совсем правильно. Закон тенденции средней. Средний нормы прибыли к понижению. Совершенно верно. То есть экономические законы капитализма также образуют систему экономических законов. А что такое диалектическая система? Вы уже изучили диалектику достаточно хорошо. Начало что есть в соответствии с диалектикой? Совершенно верно. А результат? Поэтому экономические законы любой формации, в том числе капитализма, образуют свою систему, в основе которой лежит простейший, исходный, основной экономический закон. Вот почему он основной? Его надо называть простейший исходный. Потому что все законы последующие, они как бы находятся в нем, но еще в неразвернутом виде. И дальнейшее развертывание категорий, ну и самой этой системы, дают нам другие экономические законы, которые вытекают оттуда, разворачиваются. И все последующие законы, я вот здесь упор делаю на слово все, последующие экономические законы капитализма, они в конечном итоге вытекают из закона стоимости. В том числе законы производства прибавочной стоимости. Даже по-простому. Что такое прибавочная стоимость? Даже если вы не читали капитал, вот просто по... Знаете, два слова обратите внимание. Стоимость? Я обладаю. Часть? Да нет, пока вы не читали капитал, вот перед вами положили два слова. Стоимость и прибавочная стоимость. Чем прибавочная стоимость отличается от стоимости? Нарварка. Это часть стоимости. Здесь ключевое какое? Часть стоимости. То есть прибавочная стоимость, она выходит и проистекает из стоимости. Поскольку это часть стоимости, а не наоборот. А так совершенно верно. То есть, соответственно, все экономические законы капитализма, они покоятся на законе стоимости. То есть, получается такая неразрывная связь. И именно поэтому закон стоимости является основным экономическим законом. А не законно прибавочной стоимости. По поводу законно прибавочной стоимости. Он появился, во всяком случае, в учебниках политической экономии периода СССР. Уже это во всём присутствовало. Я с 1976 по 1981 год учился на экономическом факультете Ленинградского государственного университета по специальности политической экономии. То есть, мы специально это изучали. И вот у меня было и осталось. То есть, уже там во всём писали, что основной экономический закон капитализма – это закон прибавочной стоимости. Это потом уже. Знаете, как песня поется, да? «Попал в дурную компанию, ты и тебя поразил». Вот мне я попал в хорошую компанию, где были Василий Яковлевич Ельмеев, Михаил Васильевич Попов, Виктор Юрьевич Долгов, в том числе, выдающийся советский учёный Игорь Константинович Смирнов. Здесь есть под номером 4 его книга «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Марса». Ленинград, 1984 год. Вот он блестяще знал диалектику, тоже изучил самостоятельно с Михаил Васильевичем Поповым на пару. И обратил внимание на такие вещи, которые как-то вот так проходили. Для многих незаметно. Вот именно он там доказал, что основной экономический закон капитализма – закон стоимости. Так что я рекомендую по возможности эту книгу, эту монографию прочитать. Так вот, он не только науку логики знал, но и капитал, естественно. Прочитал неоднократно, и вот так, и вот так вот. Я помню его лекцию, знаете, закона прибавочной стоимости, у Марса нет. А поскольку мне вот так вбили в голову закон прибавочной стоимости, основной экономический закон, хотя я уже тогда был на правильном пути, тоже еще раз посмотрю, я не нашел. Зато есть законы производства прибавочной стоимости. Ну это мимоходом, скажем так, попутно. И что получилось? То есть мы не берем, нас не должны интересовать субъективные причины, почему там это сделали, сознательно, бессознательно. Но эти люди, которые это сотворили, написали такой учебник, это по сути была ревизия основополагающих положений марксизма-ленинизма. А что по последствиям? Вот это теоретический вопрос, очень глубокий. Вот мы говорим, закон стоимости, законы производства прибавочной стоимости, ну и прочее, на поверхности. Кто-нибудь из вас прибавочную стоимость хоть раз видел? Вот я ее много лет изучаю, ее не видел. Я хочу сказать, ее нет. Более того, прибыль когда-нибудь кто-нибудь видел? Даже капиталист, который эту прибыль получает, он ее не видит. Прибыли нет. Бухачок, даже нет. Нету прибыли. Потому что что же нету? Это тоже абстракция научная. Это уже следующий этап. Вот здесь прибавочная стоимость, а есть прибыль. А есть средняя прибыль. И средней прибыли тоже нет. А вот когда уже там во втором части третьего тома Марса рассматривает распределение этой средней прибыли между группами капиталистов, предпринимательский доход, который получают промышленные, функционирующие капиталисты, торговая прибыль, торговые капиталисты получают. Банкирия, что получают прибыль, банковские проценты, банковские проценты, научно-политко-экономические термины. Земельные собственники, что получают? Ренту. Ренту, земельную ренту. И это тоже не совсем то есть. Вот, скажем, на сегодняшнем этапе нет ни прибыли, ни средней прибыли, а есть монополистическая прибыль. То есть вот какие ступени до вот этой поверхности. Знаете? Да. А все остальное это научная абстракция, отображающая ступень человеческого познания и раскрытие системы производственных отношений, в данном случае капитализма. Так вот, возвращать. Что сделали? То есть теоретический вопрос. Ну вот, те, кто ревизовали марксизм и ленизм, они как бы разрубили, взяли топор и разрубили. Вот здесь товарное производство, оно хорошее. Чем плохо, вот так, если поверхность посмотреть, закон стоимости. Ну что говорит, что исследует из закона стоимости? Ну что продукты принимают форму товаров, товары обменятся по стоимости. А стоимость это что такое? Затрата абстрактного труда. Общественная экономическая форма труда при товарном производстве. Что плохого, что по затратам труда. Вот я задаю столько на производство товара, вы столько другого, вы столько. Пришли, обменяли по затратам труда. Это очень хорошо. Если вы применили более производительную технику, вы получите плюс. Замечательность. А я вот ленивый, не чуточка, я получу минус, так не и надо. Вот она конкуренция. Капитализм был, так же, как капитализм был, так же. Совершенно верно. Совершенно верно. А вот, это, кстати, первый был этап. Теоретически разрубили товарное производство. Живой организм, развивающийся, когда товарный из товарного производства, ежечасно, ежеминутно рождается капитализм. Вот закон стоимости, это хороший закон. Закон прибавочной стоимости, выдуманный, кстати. Это плохой. Потому что прибавочная стоимость, это эксплуатация. А как же так, присоциализмная эксплуатация? Вот сделали в теории вроде такого. А на практике, а что это вылилось? На практике это вылилось в том, что всю экономику социалистическую разрушили. Потому что сказали, надо использовать в социалистической экономике закон стоимости. Закон товарного производства. Это звучало сначала с высоких трибун, потом это вошло в партийные документы, в программу партии. А поскольку партия была правящая, это реализовалось в конкретных действиях уже органов государственного управления. Значит, что делали? Вот экономическая реформа 65-го года такой, знаете, удар по экономике сильнейший, социалистической. То есть социалистическое непосредственно общественное производство. Форма производства, диаметрально противоположное товарному, Марс писал, что в капитале. Причем, обратите внимание, он усилил даже. Не просто противоположное, а диаметрально противоположное. Стали внедрять. Какой закон экономический? Основной экономический закон капитализма. Ну и что произошло? Ну покатились мы в сторону. Ну еще и раньше покатились, так сказать, в политической области. Этот революционный переворот был в 61-м году. Реформа в 65-м году. Полным ходом пошли куда-то. Но если основной экономический закон капитализма стали внедрять, и соответствующие ему инструменты, методы управления и прочее, к кому мы пришли? Мы прием к полному коммунизму или к чему-то другому? Ну конечно капитализм. Этим все это и закончилось. Так, идем дальше. Третий вопрос. Капитал. Переменный, постоянный капитал. Он не вызвал вопросов у слушателей, кроме одного, который написал, кроме двух человек, которые написали, что постоянный капитал, это все. Это капитал вложенный в средства производства. А переменный капитал, это капитал, часть капитала вложена в рабочую силу. Вот это правильно или что-то не хватает? Это большая стоимость. Нет. Все, мы пока... А как еще? Значит, давайте так. Капитал. Кстати, понятие капитала. Самовзрастающая. Совершенно верно. Самовзрастающая стоимость. Вот здесь у нас такая подсказка. Капитал из двух частей. Есть на руках у капиталиста денежки, которые хотят, чтобы они стали капиталом. Часть этих денег, которые становятся капиталом, он тратит на приобретение средств производства, а часть на приобретение рабочей силы. Вот появляются два новых понятия. Постоянный капитал и переменный капитал. Так вот, некоторые слушатели сказали, что постоянный капитал – это часть капитала, который вкладывается, или на который приобретаются средства производства. А переменный капитал – это часть капитала, на которой приобретается рабочая сила. Это правильно или нет? Правильно. Вот мне нравится игра, когда что-то прячешь, и человек ищет. Подходится, тепло, теплее, теплее. Тепло, но не горячо. Не хватает важного момента. Важный? Постоянный капитал – это вы видите. По названию, давайте вдуматься, постоянные константы. Перемены в Эрисе. Перемены. В чем, значит, чего-то не хватает, в чем дело здесь? Постоянный. Не меняет свою стоимость в процессе производства. Перемены меняют свою стоимость в процессе. Совершенно правильно. Меняет в каком плане? В какую сторону? В меньшую, в большую? В большую. В большую. То есть, совершенно верно. Вот что нужно добавить. Значит, постоянный капитал – это часть капитала, затраченного на приобретение средств производства. И в процессе производства он не меняет величины своей стоимости. А переменный капитал – это часть капитала, которая тратится на приобретение рабочей силы. И в ходе процесса производства увеличена меняется в большую сторону. Потому что рабочий, наемный рабочий, своим живым трудом сначала создают эквивалент стоимости рабочей силы. И затем еще некоторый избыток – прибавочную стоимость, которой присваивается капиталисту. Так, нет вопросов здесь, да? Нет, у меня уточнение не нужно. Конечно. Амортизация. Мы дойдем до нее. Вы торопите. В постоянный капитал не входит она? Входит. Конечно, входит. В постоянный. И, ну, допустим, материалы на производство. Погодите. Вы спешите. Ваша мысль идет несколько быстрее моей. Несколько быстрее. Я просто в ответе написал, что это на средства производства материалы амортизации. Вот мы дадим. Надо идти последовательно. Вот мы идем. И следующий вопрос будет касаться амортизации. Значит, я напомню, чем мы занимаемся на лекции. То есть мы рассмотрели производство прибавочной стоимости. Производство прибавочной стоимости – это исключительно функция живого труда, наверное, ухода. А С – постоянный капитал. Поскольку банк этого участвует в процессе производства, прибавочной стоимости не создает. Мы оставили в стороне. И это сделать сознательно, поскольку у нас не было времени. И вот сейчас мы на этом семинарском занятии этот вопрос обсудим. Пожалуйста, что может сказать о амортизации? Ну, кстати, один из слушателей написал, что амортизационный фонд – это список основных средств в разрезе и по видам. Надо разобрать, правильно или нет. Ну, можно пока это в сторону оставить. То есть мы должны рассмотреть, что такое амортизация, амортизационный фонд и какие экономические проблемы связаны с этим делом. Пожалуйста, представьтесь вам. Вадимир, второй год обучения, никак не закончил. Прекрасный наш университет. Но, тем не менее, пытаюсь. Кран стоит, я строитель вообще, 35 лет в строительстве, сейчас не снял. Кран стоит миллион рублей. Служит кран 10 лет. Если мы в стоимость товара будем каждый год отпускать 100 тысяч рублей, то за 10 лет мы накопим ровно миллион рублей и сможем купить такой же кран. Я не беру там, допустим, инфляционные моменты, это все уже корректируется. Если мы не будем этого делать, то есть не будем амортизировать, при совокуплении стоимости товара, части стоимости средств производства. Если мы не будем это делать, значит, мы останемся через 10 лет без крана. И это уже будет уйти к нам. Примерно так. Совершенно правильно, очень просто и понятно. Итак, амортизация, значит, это такое явление экономическое, которое связано с постоянным капиталом, то есть капиталом, вложенным в средства производства. Ну, это рабочая сила, все понятно, она трудится, ей нужно платить заработную плату, как можно чаще. По Трудовому кодексу минимально сколько обязаны? Два раза в месяц. Хотя можно и могут и чаще, никто не сбраняется. Ну, как правило, так вот, два раза в месяц, а у нас получка называется. Ну, все, мы как бы это оставляем в стороне, мы рассмотрели на лекции. А вот теперь, значит, средства производства. Если вы откроете капитал, там, они с первого года, все марцем расшифровано, расписано, что в процессе производства, что с ними происходит, со средствами производства. А средства производства, это что такое? Машинцы, станки. Ну да, ну, орудия труда и предметы труда, но мы берем только такие основные, большие, основные средства. Те, которые служат много лет. Что с ними происходит? В процессе производства они изнашиваются и выделяются два вида износа. Ну, если более подробно рассказать, расшифровать, первый износ называется физический износ, когда просто они изнашиваются. И кран изнашивается, и станки изнашиваются, изнашиваются процесс работы автомобилей и обороны, и даже здания. Так ведь? Только если автомобиль, там, грузовик два, три, четыре года, пять максимум, то здание может и пятьдесят лет простоять. Это физический износ. Есть еще моральный износ средств производства. Их различают первого рода и второго рода. Моральный износ первого рода когда? Когда? За те же деньги можно купить более производительную технику. Или нет, значит, морально первого рода это когда ту же технику можно купить за более дешевую, за меньшую цену. То есть вот вы купили кран, сколько вы сказали, за миллион рублей, да? Да он работает, слава богу. А вдруг сейчас можно за полмиллиона такой кран купить? Значит, что происходит с вашим краном? Допустим, лип сейчас краны с компьютерным... Нет, это другой, это моральный износ второго рода. И уже у нас, получается, морально обстоевает. Нет, это второго рода. Первого рода когда такой же экран вы можете купить за меньшую цену. А второго рода когда вы за такую же цену можете купить более производительный, более совершенный экран. Ну вот это к сведению. В общем. А так, значит, вот идет процесс производства. Значит, рабочую силу нужно постоянно подкармливать, иначе ну чё ж, не будет ли без них как? Вот дают зарплату два раза в месяц. А что со средствами производства? Вот, вы совершенно правильно сказали. Значит, капиталист должен... Да, идет такой процесс, и само товарное производство, капиталистическое товарное производство, выработало механизм возмещения изношенных или потребленных в процессе производства основных средств. И он называется амортизация. Это процесс переноса стоимости, части средств производства основных на готовый продукт. Ну вот если мы посмотрим вот эту формулу, здесь Маркс рассматривающий, так сказать, самое начало развития капитала, как бы абстрагировался от этого дела. Предполагалось, что все переносится. А вот дальше уже объясняется, что по частям идет вот этот процесс, а более конкретно предметно капитализм выработал механизм. Это возврат денежных средств в амортизационный фонд. Ну по-простому совсем. Возьмем какую-то организацию или предприятие. Вот заканчивается месяц. Что делает бухгалтер, который занимается учетом основных средств? Баланс подводит. Баланс это главный бухгалтер. Ну, неважно кто. Вот он берет документ, который называется список основных основных средств предприятия. Здесь виды. Кран строительный, так. Первоначальная стоимость, остаточная и так далее. Ну пока берем первоначальную стоимость. И пошло. Автомобили такие-то. Здания, сооружения, передаточные устройства, станки и так далее. Вот он, этот список. С другой стороны он берет документ, который называется, если покороченно сказать, норма амортизации. Это что такое норма амортизации? И кто их устанавливает? А вот эти 10 процентов, которые... Совершенно верно, если в вашем примере 10 процентов. Норма амортизации устанавливается правительством. Они разбиваются в зависимости от видов основных средств, сроков их службы. Ну, понятное дело, станок сколько может, кран сколько может прослужить? Ну, 10 лет. Вот, 10 лет. А ведь господин занимается каждым краном? Нет, не каждый кран. Он устанавливает норму амортизации, точнее, сроки службы по видам оборудования. Это большой документ, вы можете зайти в интернет, там, в консультант или куда-то. Ну, такая, наверное, полстая книга. И виды оборудования, типы, на подвиды, подразделы и так далее. Где указано, какой из видов основных средств сколько служит? Периодически они меняют эту норму амортизации, вот этот документ. Ну, в целом, идея-то очень понятная. Это называется срок полезного использования. Почему вы сюда, кстати, обливаете капиталист? Какая-нибудь, ты, что капиталист будет вечно на на грани работе? Это правильный ответ. Может быть, не могу, если методизм достигаешься? При покупке оборудования, как-то указывает фирма производителя, что вот этот кран сколько-то может прослужить? Ну, сроку спадать. Это же не так все работает. Вот, допустим, кран на сертификацию должен пройти, чтобы соответствовать данным условиям. Ну, отсюда подбирается типажей крана различных. Не, ну, и не по отдельному крану начисляется амортизация, а на тип крана определенный. Совершенно верно. Правительство может придумать что угодно, а жить-то с этим капиталистом. И если у нас мы не берем государственный капитализм, то какая разница, что правительство придумает? Там люди могут ошибиться, почему капиталист должен у нас на предприятии, ну, не на предприятии, ладно. Короче, есть такая вещь, как за балансом. То есть, что-то на балансе, а что-то уже за балансом. И он там годами за балансом этим пользуется. Это что, люди ошиблись, что ли, когда рассматривали срок эксплуатации? Давайте мы дойдем сейчас до конца, пробежим, а затем посмотрим, как бы действовали капиталисты, если бы не было государственных. Выставлены в норме капиталиста, когда это его проблемы капиталисты, а не государственные. Отвечаю коротко. Если бы государство это не делало, то вообще бы экономика развалилась бы за год-два-три. Если бы государство не будет заниматься, то это будет не проблема капиталиста, а проблема рабочих. Если выделите безопасность, чем государство должно заниматься, то остальное... Давайте мы закончим с одним вопросом. А потом, это другая сторона этой проблемы. Мы ее обсудим. Пока мы не дошли до конца. Значит, с другой стороны есть, я укорачиваю, грубляюсь, норма амортизации. Установлены для разных видов и типов оборудования. Большой такой, достраничный документ. Ну, логика понятная. Если кран служит 10 лет, значит, норма амортизации должна быть 10%. Я опять оставляю в стороне, есть различные виды амортизации, есть ускоренные. Когда капиталисту дают право списывать на амортизацию больше, чтобы, так сказать, накапливать необходимые денежные средства, быстрее заменять технику. Ну, берем обычную, равномерную. Равномерную. А какая бы ни была, все равно она в продукте будет конечной. Сейчас дадюк, конечно. Иван Иванович, то есть, получается, 10% в год имеется. В год, да. В год. В год. Ну, вот я по памяти могу сказать. Есть ли какие-то здания. Если здание, скажем, каменное, на соответствующем фундаменте, все, то сколько службы, там, 50, 70, 100 лет. Если сооружение, скажем, ангарного типа, 10-15 лет. Станки, ну, 5-7 лет. Автомобили вообще еще меньше. Значит, эти нормы, как выясняется, носят рекомендательный характер, рекомендательный. Поэтому капиталист может делать, а может нет. И мы эту сторону затронем в конце. Итак, что делает бухгалтер? Вот список основных средств. Вот нормы амортизации. Дальше берет ручку. Ну, сейчас это все программным путем, понятным делом. Раньше, как и считает. Кран 10 лет. Если раз в месяц он это делает в процессе, значит, стоит миллион рублей. В год нужно миллион. Миллион в месяц. Миллион делим на 12. Получается сколько? Одна дуна, папа. 8,5. Да. 8,20. Даже 9. Даже 9,18. 8,6. 80 тысяч в месяц, да. С хвостиком. Совершенно верно. И вот пишет. 80 тысяч в месяц. Другое оборудование. Автомобиль. Директор, Мерседес. Столько-то стоит. И так далее. Считает. Автонок такой-то. И так далее. В чем средства производства, которые служат в меньшие годы, относятся к оборотным средствам. То есть, речь идет об основных таких крупных, солидных средствах производства, которые служат много лет и стоят приличные деньги. Вот засчитала. И дальше что? Получилась какая-то сумма, предназначенная на амортизацию. Что она делает? Она вносит эту сумму в издержки производства. Если только один кран, значит, вот эти 80 тысяч небольшие, вносятся в издержки производства. Ежемесячно. Да. Есть такое понятие калькуляции себестоимости при социализме. Здесь калькуляция подчета издержек производства капиталистических. Кроме вот этой амортизации средств, предназначенных на амортизацию, туда что еще входит? Заработная плата. Все издержки. То есть, какие издержки несет капиталист в ходе процесса производства. Все, которые необходимы для организации процесса производства и продажи, реализации готовой продукции. Сырье нужно купить? Нужно. Внесли сюда сумму. Зарплату нужно заплатить? Нужно. Отчисление заработной платы нужно? Фонды включили. Налоги нужно заплатить? Нужно. За электричество совершенно первое. Нужно заплатить. За воду, и много. И вот получается, что в совокупности издержки производства. Все включили. Ничего не забыли. Не забыли. Кроме издержек производства, что капиталист должен получать? Прибыль. Вот они делают над бабочку прибыль. И получается в конечном итоге цена производства. Цена, по которой капиталист продает свою продукцию. Вот вынес на рынок, нашел покупателя, ударили по рукам, заключили договор. Все. Удачная сделка. Значит, покупатель, скажем, другой капиталист, перечисляет деньги на счет этому капиталисту. Значит, на расчетный счет поступили деньги за продукцию. И в этой выручке, что сидят? Все издержки производства и прибыли. А в издержках производства, в том числе, денежные средства, необходимые на восстановление потребленных средств производства. И вот здесь получается замечательная, в кавычках, проблема, которая все 30 лет у нас висит. То есть капиталист, который отвечает понятию капиталиста, да? Персонифицированный капитал, который должен как бы самовозрастать. Самовозрастающая стоимость. Вот этот кран, что каждый год надо покупать? Нет, раз в 10 лет. Значит, что капиталист должен сделать с этими средствами, которые поступили ему, скажем, в этом месяце в амортизационный фунт? Ну, как-то отложить. Пусть это в баракан? Ну, как-то, да, скажем, на каком-то отдельном банковском счете положить на депозиты и так далее. Как бы, для инфрации, естественно, в баракан? Ну, как идея. Он должен, как бы, копить эти денежки, ну, сохраняя, естественно, по возможности. Чтобы через 10 лет у него была необходимая сумма, миллион рублей, чтобы купить новый кран. Поскольку этот будет полностью изложен. Вот так должны делать капиталисты, которые отвечают по понятию капиталистов. Какая у нас ситуация в стране? Все 30 лет идет. Я думаю, вы это знаете. Иксер Иванович говорит, что разбазаривают. Не разбазаривают, а на другие цели тратят. На другие цели. Причем не внутри страны, это было бы еще полгода. Коэффициенты выводят за пределы страны и там на иные цели. Вы можете зайти на сайт Федеральной службы государственной статистики. Раздел предпринимательства, раздел основные средства. Там есть интересная статистика. Такие даются показатели, как степень износа основных фондов на стране, коэффициенты обновления, степень, количество или дельный вес полностью изношенных фондов и так далее и тому подобное. Ситуация удручающая. Причем она не улучшается, а ухудшается. И эти все цифры свидетельствуют о том, что денежные средства, предназначенные на восстановление основных фондов, а это пока, и речь идет о простом воспроизводстве. Простое воспроизводство – это просто восстановление того, что потребили. Пока мы не говорим о расширении, это будет следующий вопрос. Накопление капитала. Они уходят на иные цели. Так, у нас еще 4 минуты. Значит, вот это первая часть маркетинговского балета. Значит, капиталист должен за счет вот этой амортизации создать амортизационный фонд, который по истечении необходимого количества лет используют на восстановление потребленных основных средств. Значит, капитализм – это развивающийся организм. Должен развиваться, должен увеличиваться, сам возрастать. За счет чего идет увеличение капитала, увеличение производства капиталистического? Какой источник? За счет того, что производства прибавочной стоимости. Следующий вопрос после амортизации – накопление капитала. Ну, там ответ. За счет накопления капитала как идет? За счет не просто производства прибавочной стоимости, за счет того, что… Вот он произвел прибавочную стоимость. Взял все, пропил, проел, прокутил. Бедным раздал даже. Что должен делать капиталист? Расширять производство. Как идет расширение производства? Значит, он должен взять часть прибавочной стоимости, потратить на приобретение дополнительных средств производства С и дополнительных рабочей силы В. Вот можно взять, да, вот тут он должен часть направить на то, чтобы там С1 купить и В1. Ну, а часть какую-то должен потратить. Он же капиталист. У него большие потребности. Как вы думаете, у него больше потребностей, чем у рабочих? Конечно, больше. Святое дело. Надо же потратить, надо же купить что-то хорошее. Много чего. Дворцы, самолеты. Мы этот вопрос не отрадим. На то, на капиталист, правильно, он должен тратить. Но какую-то часть он должен потратить, повторяю, на приобретение дополнительных средств производства и дополнительной рабочей силы. Это и есть накопление капитала, по сути дела. Иногда называют капитализацией части прибавочной стоимости. Я распечатал динамику финансового результата организаций в 2021 году. В 2022 году еще, естественно, нет. Так вот, докладываю вам, что сумма прибыли в российских организациях без субъектов малопредпринимательства в 2021 году составила 38,3 триллиона рублей. Значит, 2021 год. Тяжелый год, да? Там санкции. Что-то не может наша экономика развиваться. Я не знаю, как зарплата выросла у вас. Вы можете сравнить. Докладываю вам, насколько вы не говорите. Можете не говорить, я вам сейчас назову цифру, насколько выросли прибыли капиталистов в 2021 тяжелом году. Ну, могу сказать, может у вас выросли на 20, на 30, на 40, на 50 процентов. Это очень-очень хорошо. Так вот, прибыли капиталистов выросли в 2,4 раза. В 250 процентов. В 240, не надо. Не надо. Почему? По факту. В процентах соответствующего периода предыдущего года. Вот, остальная статистика. Я удивился, даже подчеркнул. А инфляция при чем? Они просто, вот, сумма прибыли 38 триллионов 292 миллиарда рублей. В 2020 году было 21 триллион 162 миллиарда. Можете проверить их. Сайт Росстата, ну, это по старинке, а так, федеральная служба государственной статистики. Ну, вы же сами говорите, что капиталисты расширятся, надо вот, ну, легко здесь на это дело. Сейчас мы дойдем до этого, дойдем. И это я попутно, я удивился, насколько выросла зарплата в стране. Ну, в 10 раз меньше, в лучшем случае, на 10, на 20, на 30 процентов, максимум. А прибыли выросли вот так. Это о чем говорит? С одной стороны, некоторые скажут, ну, хорошо хозяйствуют российские капиталисты. Такие колоссальные прибыли. Сейчас, с другой стороны, скорее всего, причина другая. Так вот, мы сейчас заканчиваем эту тему. Значит, что должен делать капиталист? Значит, часть потратить на себя, на своих близких, на благотворительность, на что угодно. А какую-то часть отправить на накопление, на расширение производства. Какую часть? Вот у нас цифры, скажем, есть норма накопления. Если, скажем, страна, в данном случае, Россия, находится, то есть ли все-таки отстающих. Мы за нами, то есть мы лидеры по уровню производительности труда. Или мы отстающие? Отстающие. Значит, какая должна быть норма, за счет чего повышать производительность труда и догонять мировых лидеров? Увеличивать норму накопления, совершенно верно. Вот, скажем, Китай, который делал огромный рывок и сейчас, скажем, вышел на уровень Соединенных Штатов Америки, ему где-то и перегналы. Норма накопления 50%, я округляю. Закручивается к ВВП или к национальному доходу? Норма накопления. Какая, это же коэффициент какой-то? К ВВП. Я думаю, национальный доход вытянули уже. Я думаю, ВВП нам не надо. То есть это не относительно, а абсолютно не относительно? Нет, относительно. Пока я о другом, о цифрах. У нас где-то 20%. Так по отношению к чему 20%? Пока, пока сейчас, вот, берите, как Китай, который развивается, 50%. Половину, грубо говоря, половину прибыли отправляют они на расширение. А, по отношению к прибыли. Да, наверное. По сути, да. По отношению к прибыли на 20%. И то, и то, я вас отошлю к двум замечательным статьям доктора экономических наук Мазура Олега Анатольевича. Они размещены на сайте Фунда Рабочая Академия. Одна называется, что надо сделать, чтобы ВВП России увеличился в два раза за 10 лет. Вот я растечатал. Так она выглядит. Вторая борьба рабочая за свои интересы заставит капиталистов развивать производство. Вот такая статья. Вот выводы-то очень простые. И я с 2007 года веду статистику. Здесь я подсчитываю по данным Росстата, какие у нас амортизационные отчисления. Накопленные, надо накапливаться, накопленные периоды. Чистая прибыль организации. Чистая прибыль после уплаты налогов. Потому что 38 триллионов это просто грязная прибыль. А 20% надо отнять. То, что налог на прибыль идет. Честно должны, правильно? Не будем лишнее требовать с капиталистов. И дальше беру, что 50% прибыли, вообще-то, по-хорошему, российские капиталисты должны направлять на накопление. Получается вот такая сумочка, что амортизационных отчислений и 50% чистой прибыли, ну, уже более 150 триллионов долларов. Это огромная сумма денег. И в то же время другая статистика говорит, что собственные средства, а это собственные средства капиталистов, фактически направленные на инвестиции за этот период, ну, составили, ну, максимум 70. 60-70 триллионов рублей. Значит, разница получается, да? 150 минут 70, где-то вот 75-80 триллионов рублей. Можно сделать предположение, что эти денежки лежат на счетах в банках, ну, как-то исты, ждут свой час. Ну, просто вот они такие неосторопные, все, копят денежки. Берем другую статистику. Есть такой орган, Центральный банк, который дает статистику, сколько всего все юридические лица российские держат на счетах наших банков. Так вот, на 1 января 2022 года было всего 40 триллионов рублей. И в этих 40 триллионах лежат средства, предназначенные на заработные платы, на приобретение оборотных средств, а не только основных средств. Вопрос, а где разница, как пел до известного? Владимир, вы что же, где деньги? Их нету, их в принципе нету. То есть и люди строить не надо. Этих денег давно нет. То есть деньги, предназначенные в значительной степени на простое восстановление средств производства, потребленных за эти годы, десятилетия капитализма в России, и предназначенные вообще-то на ускоренное развитие, на накопление капитала, они ушли. Вы правильно, ваша догадка. Эти деньги уходят в офшоры. Тоже Центральный банк и ученые дают колоссальный цифр. Глазик, знаете, такой академик. Уже там цифра уже не то, что 500 миллиардов, а триллион долларов. Ну, триллион долларов вы можете по курсу. Сколько получается сейчас? 58, 60 триллионов рублей. Вот, все сходится. То есть деньги уходят туда, а там нам это не известно. Ну, иногда в печати проскакивает, что тот капиталист купил баскетбольный клуб, а этот футбольный клуб, а этот там яхта, это еще что-то прочее. Вот, наверное, туда уходят. Так, делаем перерыв. Красный университет – это не только учебное заведение, где можно прийти, что-то почерпнуть из марксизма-ленинизма. Мы проводим периодически научные конференции, организаторами которых выступает, с одной стороны, Красный университет, с другой стороны, Ленинградский интернет-телевидение, Лен.ру. Вот, представители у них здесь находятся. Конференции на актуальные темы, ежегодные, проводимые в Ленинградской области, поселке Ульяновка, Доме музея Ульянов-Елизаровых. В прошлом году тема конференции была причиной и результатой борьбы позитивных и негативных ассоциалистических странах. В этом году мы рассмотрели теоретические и практические проблемы возрождения советской власти. До этого Ленинское учение о диктатуре пролетариата и, в общем-то, да. Вот в этой книжке, для чего принес, чтобы вы обратили внимание, посмотрели на список авторов. Ну, понятное дело, там есть ученые со степенями, доктора наук, кандидаты наук, конечно, с учеными званиями, профессора, да. Вот. Но также среди них есть те, у кого написано, слушатели второго отделения Красного университета. Вы сейчас являетесь слушателями первого отделения. Так вот, слушатели второго отделения – это те, кто закончили первое отделение и самостоятельно изучают марксизм, ленинизм. Самостоятельно можно изучать, как долго? Веркально всю жизнь. Совершенно верно, всю жизнь, да, изучают. В разных ипоставиях, в разных формах. Ну, как правило, это самостоятельное изучение. Но при этом, обращая ваше внимание, пишут замечательные статьи. Ведь на научных конференциях мы в сборнике включаем статьи научного плана, а ведь еще есть очень много публицистических статей, статей для газет, они все размещены на наших сайтах. Так что, слушатели Красного университета – это замечательные товарищи. Так, Иван, вы сказали «догадка», но это не догадка. Я посмотрел одно из видео с вами в интернете, и вы там как раз объясняли, что можно на сайте Центрального банка посмотреть статистику по иностранным инвестициям. Да. Я посмотрел, там суммы просто гигантские, и если посмотреть распределение этих инвестиций по странам, куда они уходят, то в основном это Кипр. Да. США. На Кипре, насколько мы знаем, производства не наблюдаются пока. Кипр, Люксембург, Сингапург. Хоть какие-нибудь даже самые простые носки, чтобы на них было написано «мы» и «мы». Нет, там российских заводов там нет вообще, но и в Люксембурге нет. Возвращаются назад в страну с офшоров, но уже… Они уже подведывают инвестиции с той страны. Вот обратили внимание, буквально на прошлой неделе опубликовали данную, что за один месяц из России, видите, тут текло 6,7 миллиарда долларов. За один месяц. Это сколько? 6,7 умножить на 60, да? Да колоссальные деньги получаются. То есть даже в этих тяжелых условиях все равно выводят. Можно сделать вывод о том, что российская экономика, она под угрозой спады. Испада идет процесс разрушения. Причем, если он будет совсем непредвзято, мы же должны видеть, что это позитивная тенденция. Есть позитивная тенденция, заводы какие-то строятся, что-то делается. Пускай это вынужденно, пускай это вскрепя сердце, с оговорочками. Но тенденция разрушения преобладает. Потому что эти цифры, их никуда не деть. Что объем промышленного производства, промышленности ядрожь экономики. До сих пор за 30 лет не достиг уровня 90-го года. Вот он куда. Получается, что российские капиталисты, они по сути не развивают экономику, пускай это капиталистическую, а просто разворовывают. Ну да. Ну можно так сказать. Они посыжены капиталисты. Вот смотрите, интересно, что получается. Если вы капитал читали, читаете. Значит, Марс рассматривает два варианта. Первое, простое воспроизводство. Это постоянное возобновление процесса производства в незаменном масштабе. И второе, расширенное. Он пишет, что для капитализма характерно расширенное воспроизводство. А простое можно считать как момент расширенный. Такую категорию знали. Что мы в России наблюдаем? Вещь у Марса. Я думаю, Карл Марс не додумался до этого. У нас саморазрушающаяся, не саморазрушающаяся стоимость, а, к сожалению. Саморазрушающая стоимость. Мне кажется, они очень просто не уверены в себе. Как классно. Каждый отдельно сам по себе в себе очень уверен, безусловно. Но, конечно, другие, они все-таки думают, что что-нибудь может быть здесь будет. Я с вами спорить не буду, потому что у каждого в голове какие-то свои мысли. И нас не должны интересовать. Кто это? Большинство не уверены. Какая нам разница? Мы должны брать объективную ситуацию. Она такая, что идет саморазрушение экономики. Не просто капитализм, капиталистический. Просто экономика. А какие-то явления где-то еще параллельно прослеживаются? Или все-таки в капиталистическом мире расширенное производство? Конечно, расширенное. Но берете статистику. Есть источники статистики. Пожалуйста. Можете брать МВФ, Международный валютный фонд. Всемирный банк. Вот они дают статистику, наверное, по подавляющему количеству стран. Есть еще Организация экономического сотрудничества и развития. Ну а там, по-моему, штук 40 стран с небольшим. Вот статистика МВФ или Всемирного банка. Наши дают статистику. Росстатус. Но, скорее всего, он тоже оттуда берет. И, возможно, какие-то специализированные организации ООН. Организации «Переснация». Ну, то есть, вот эти первые две, они достаточно достоверные. Не знаю. Других нету, да? Других нету, да. И сравнить с ней еще. Но там однозначно статистика. А получается, тогда, можно же предположить, что такая тенденция в российской экономике, она является следствием того, что нашим капиталистам эти производства, ну, скажем так, перешли в наследство, условно говоря. И в Казахстане. Вот. Они не инвестировали. И это правильно. И это правильно. Вот мы должны, как бы, вот эти... Вот вы правильно сказали. И вы правильно сказали. И вы тоже совершенно верны. Мы должны подвести единую базу. Наши российские капиталисты не отвечают понятию капиталиста. Капиталисты – это кто? Персонифицированные капиталы. Капиталы – это самовозрастающая стоимость. Вот понятие. Значит, наши капиталисты не отвечают понятию самовозрастающей стоимости. Я в шутку, может быть, говорю саморазрушающую стоимость, но это факт. То есть у нас катализм правильный. У нас не только катализм. Это шутка. Он с другой стороны отрывается. Он отрывается. Нет, но как бы... Тот уровень, который был высокий, он обусловлен был социалистическим. Да, нет капиталистов, назовем так, нормальных капиталистов. Нет, их единицы. И их столько мало, что тех, которые разрушают, и больше. Ну, я-то жил в те годы 90-е в Великом Новгороде. Ну, прямо на глазах эти присвоили процессы. Вот хапнули. Какой-то по фамилии конкретно человек хапнул завод. Что я сделал-то? Очень просто. Сначала продал остатки товаров, сырья, автомобили, станки. На последнем этапе, что пригласили газосварщиков, которые разрезали все, что можно было, на металл сдали. Все. Потом еще в аренду сдали. Вот эти-то чуть-чуть поумнее, которые не разрушили заводы с пустыми, стоят здания с пустыми глазницами, а в ангарах что-то сдают. Ну, это тоже разрушитель. У нас остался один вопрос плановый. Ключевая ставка Центрального банка и роль в развитии производства. Могу сказать, что те, кто отвечали, если правильно, охарактеризовали, кто-то может что-то рассказать. Давайте я расскажу. Пожалуйста. Григорий Кузьмин, слушатель первого года. Центральный банк выдает кредиты, но не напрямую производителям, а через коммерческие банки. Коммерческий банк получает эти деньги под определенный процент, который он обязан вернуть по истечению какого-то срока. Соответственно, коммерческий банк, мы уже из названия видим, что он устроен для того, чтобы иметь какую-то прибыль. Эту прибыль он берет, опять же, давая эти деньги в долг и сверху накидывая еще свой собственный процент. Банковский. В конце концов, получается, что деньги, которые промышленное производство получает от коммерческого банка, он обязан вернуть в размере полученной суммы плюс банковский процент коммерческого банка, плюс ключевой процент, равный ключевой ставке Центрального банка. И поскольку есть норма прибыли, и как мы уже сегодня вкратце упоминали, в среднем она имеет тенденцию к понижению, то количество, тот размер прибыли, который получает промышленное предприятие, может оказаться меньше, чем суммарный процент ключевой ставки и процента банковского коммерческого банка. Соответственно, в этом случае производству невыгодно просто брать кредит, и оно не расширяется. Если же ключевая ставка низкая, то норма прибыли, в конце концов, оказывается выше, чем процент, под который были взяты деньги. И у производства остается прибыль, которую можно в том числе и на расширение пустить. Все. Совершенно правильно. Мне все понятно. Вам понятно? Да. Давайте немножко мальчили с другой стороны. Значит, кроме промышленных капиталистов и торговых, есть такие организации, замечательные в своем роде, называются банки. Значит, чем занимаются банки в цилистической экономике? Я научу субсидий. Которые стилисты. Ну, сначала, чем? Проводят расчеты. Давайте еще туда, побуже. То есть, есть сфера производства. Вот они, заводы, где производят продукции. Вот, пожалуйста, Балтийский завод, корабли, да, строительные организации строят дома. А есть сфера обращения. Это тоже важная сфера, вторичная, производная, но необходимо сказать, что на производстве все заканчивается. Вот, произвели товар, что с ним нужно сделать? Продать. Так ведь, кто этим занимается? Ну, оптовые, крупные капиталисты, есть сеть оптовых, так сказать, оптовые, это торговые сети, наконец, розничные. То есть, они важную функцию выполняют торговые капиталисты, реализуя товары, которые делаются на промышленных предприятиях, строительных и так далее. Ну, есть еще часть обращения, денежное обращение. И вот здесь вот хозяйничают, полновластно хозяйничают такие организации, тоже капиталистические, как банки. Ну, без банков, я тоже сейчас никак не знаю. Значит, банки это такие капиталистические предприятия, которые занимаются. А. Проводят расчеты между капиталистами, так? Или что, капиталисты ходят друг к другу, наличка там рассчитывается. Нет. Сейчас вот в электронном виде платежное поручение, по слову, банк исполнил, получил за это к своей комиссии. Это первое. Второе. Вторая функция банков. Они аккумулируют, то есть собирают и хранят у себя временно свободные денежные средства функционирующих капиталистов и физических лиц населения. Ну, кто-то хранит под подушкой. Основная часть, так сказать, хранит деньги в банках. Но капиталисты вообще речь не идет. Сейчас у нас наличные расчеты крайне ограничены. Поэтому считайте 99,99, она проходит через банки. Третья функция. Банки предоставляют функционирующим капиталистам во временное пользование денежные средства. Ну, понятное дело, что любого капиталиста сегодня густо, завтра пусто. Или наоборот, сегодня пусто, завтра густо, вот там деньги идут. Нужно реализовать какой-то проект. Нужно срочно заплатить поставщикам налоги, зарплату. Ну, пожалуйста. Где он берет деньги? Обращается в банк. Банк с удовольствием дает деньги, берет за это банковский процент. Вот три основные функции банка. Коммерческие. По мере развития капитализма появились еще государственные банки. Или центральные банки. Которые взяли на себя исключительные функции. Например, такая функция, как эмиссия денежных знаков. Вот у нас есть рубли, да? В Америке доллары, евро и так далее. Кто занимается выпуском рублей? Все, так сказать, контролем все, расчеты и прочее, прочее. Это центральный банк. И у него много еще функций. В том числе контроль над коммерческой системой. И вот по мере развития капитализма сложилась так называемая двухуровневая система. На вершине пирамиды центральный банк, а внизу группа коммерческих банков. Ну, вот у нас действующих коммерческих банков в 90-е годы было более 3000. Ну, конкуренция между ними идет. Сейчас осталось и округлено порядка 500 действующих кредитных организаций. Ну, нас, так сказать, не волнует, не касается. Они между собой разберутся. Есть такое понятие, да? Ключевая ставка. Значит, я внесу небольшое уточнение. Теоретически, то, что вы изложили, совершенно правильно. Не добавить, не убавить, нечего. Но на практике сейчас коммерческие банки за редким исключением обращаются в центральный банк за кредитами. Как правило, они берут деньги у населения, у самих себя, у коммерческих банков и так далее, у функционирующих капиталистов, которые хранят эти деньги. Поэтому ключевая ставка, она как бы играет роль ориентира. Не просто ориентира, а главного ориентира, поскольку центральный банк определяет всю денежную кредитную порядку в нашей стране. Ну, и во всех странах. Поэтому, если центральный банк поднимает учетную ставку, ну, и ключевую ставку, то, соответственно, все другие банки коммерческие тоже это делают. Каким образом, что они поступают? Они поднимают ставки по депозитам, привлечения денег и средств от населения и юридических лиц. И, соответственно, поднимают тоже автоматические ставки по кредитам. Ведь как, если упростить, функционирует банк? Вот он привлекает средства от капиталистов, от населения, под какой-то процент. Скажем, под 5 процентов? Ну, ладно сейчас, под 7 процентов. Кроме того, он несет определенные издержки. Это есть такое понятие, не снижаем маржа. Округлено с ним 5 процентов. То есть, это та надбавка, как сказать, своими издержками, которая обеспечивает жизнедеятельность банка. Банк же тоже должен платить налоги, платить за свет, за электричество, зарплату своим сотрудникам и так далее. 7 плюс 5 – 12. Плюс прибыль должен получить. Ну, конечно, как же так? Это же коммерческая организация, прибыль. Ну, пускай там, не знаю, 2-3 процента. 12, добавим 3, 15 процентов. А откуда он получает прибыль? Ну, если абстрагируемся от, скажем, комиссионных доходов, ведь основной доход банки должны получать. Процент погребит. Совершенно верно. Чтобы покрыть вот те издержки, которые я назвал, угрупненно. Под какую ставку должны давать кредиты? Под 15. От него совершенно верно. Поэтому, если центральный банк понижает учетную ставку, вот, скажем, есть капиталисты, если скажем, правильные, неправильные, умные и не очень умные, как у нас. Вот долгое время, я не беру этот год, сейчас скажем, что неустойчиво, а многие годы до этого десятилетия, центральные банки, европейские страны, развитые, Соединенные Штаты Америки, держали учетную ставку либо на нуле, либо отрицательную, либо там 0,5-1 процента. Соответственно, коммерческие банки могли выдавать кредиты под 4, 5, 6, максимум 7 процентов. А у нас что получается? Ну, ниже 15, я не знаю, 12 было какие-то периоды, а так и вот она, скакала у нас в периоды. Ну, вот мы, скажем, российские капиталисты, вообще-то, должны конкурировать с другими, да? Потому что, куда они закладывают вот эту вот разницу маржи? Ну, куда же банк, все проценты. А капиталисты, куда закладывают плату банкам в виде процента? В издержки производства, совершенно верно. А издержки производства попадают автоматически в цену производства. И кто оплачивает? Потребители. Ну, конечно, потребители. Другие капиталисты, либо вот физически есть. Кто к кредитам перешли? Есть капиталисты, но есть прибыль, пусть прибыль развивается. Там, а прибыль, вот. Ну, только то, что он, товарищ, рассказывал, что он с прибылью хорошо развивается. Так в офшору что же? Ну, в офшору, значит, он там нарисован, там, как кредит. Там есть кредит, а еще точно нет. Это третий кредит. Он развивался же как-то из кредит. И ключевая ставка у него навал. Это когда было? Когда он носки шел? Обычно все заводом взял. И изначально просто берутся деньги сразу у банка. То есть это не хватает. Это на организации. Ты хочешь открыть еще одно производство? Откуда возьмешь деньги? У банка. И так все время без них никуда не едутся? Ну, чаще. Чаще верят. Не, ну, здесь логика очень простая. Одно дело, капиталист возьмет банковский кредит, скажем, под 2, ну, под 3 процента. И другое дело, под 13 процентов. Он там вообще без кредита. А так не должно быть. Это мы на начальном этапе развертанный капитализм. И теоретическое его изложение. А сейчас уйдем, идем к конкретизации. Так, переходим к вопросам и к обсуждению. Просим. А почему все-таки государственный центральный банк не может самостоятельно в капитализме, ну, субсидировать, ну, выполнять функции коммерческого банка, то есть без этого звания? Может. Но вот по логике, то, что в головах у руководства, скажем, у нас, ну, и у многих сторонников либерального направления, вот они специально, сознательно, административными мерами, силками разделяют. Что-то, вот приняли за какой-то центральный банк не должен кредитовать на прямую производство. Только коммерческие банки. Хотя по экономическому, понятно, совершенно из этого ничего не следует. Украинский проект. Ну, у нас даже есть параллели в этом плане. Тендеры выставляют. Ну, это, почему государственные какие-то предприятия не могут заняться, допустим, строительством какого-то? Это комплекс, там, не знаю, спортивного. Обязательно нужен последний. Вот вам вопрос на засыпку. Вообще в капиталистической стране может быть один банк, а не 500 или 1000? Ну, как? Теоретически может быть... Конечно, совершенно верно. Что изменится, скажем, для капиталистов, для физических лиц, если будет один банк? Лучше. Теоретически. Конечно, у него будет много денег. Теоретически будет. Вот иногда заходишь в крупный супермаркет, да, и вот стоят банкоматы. Разных цветов, разных банков. Они выполняют совершенно одинаковые функции. Так вот? Ну, вот их много. Они конкурируют между собой. Конкурируют ли они между собой? Ну, мы результаты конкуренции видим. Я назвал цифру. По-моему, 3200 банков было в начале 90-х. Коммерческих. Сейчас уже меньше 500 из действующих. Остальные все разорились. Вот результат конкуренции. Так, вопросы. Давайте переходим к обсуждению, к вопросам. Пожалуйста. Значит, Виктор Иванович, уважаемые коллеги. Я посмотрел вот в рамках темы, которую вы задали, о современном положении экономической России, такую тему, как заморозка российских активов западными банками. Сколько по времени мне разрешено? Сокращать или подлиннее? Ну, вообще, длинной не надо. Постараться коротко изложить. Хорошо. Потому что есть другие товарищи, другие товарищи. В общем, это явление Кремль наш назвал узаконенным грабежом. Инициировав вот это решение о заморозке, значит, именно Запад, с подачей четырех стран, прежде всего, Украины, Канады, Гватемалы и Нидерландов. Естественно, Украина была на первом месте. Значит, речь здесь, резолюция Генассамблеи состояла в том, что нужно, в принципе, не только заморозить эти активы, но также их и конфисковать, экспроприировать и передать введение украинского государства. По какой причине? По той причине, что Российская Федерация нанесла большую ущербу за эти вот семь-восемь месяцев спецоперации украинской стороне. То есть они, по сути дела, подводят дело к такому явлению юридическому, как репарации. А что такое репарации, собственно говоря? Это форма материальной ответственности субъекта международного права через другим субъектом международного права за нарушение норм международного права, в том числе за ущерб, нанесенный в результате нападения страны на другую страну. Формальный закон и есть. Российская Федерация напала на Украину. Не Украина напала на Россию. Формально. Ну а реально этот вопрос, он не в компетенции в международном, не в компетенции Генассамблеи, а в компетенции международного суда, который находится в ведении именно Организации Объединенных Наций. Как решить суд? Это непонятно вообще. Репарации. Кстати, репарации платила Германия, ее союзники после Первой мировой войны. И после Второй мировой войны она же платила вместе с союзниками. Единственная страна, которая выплатила репарации полностью, была, как вы думаете, наш сосед, Финляндин. Единственная страна, которая полностью выплатила все репарации. Вообще, пожиться за чужой счет, вот как пишется журналист один, это, как правило, закон для Запада. Причем, хитрый Запад делает так, что он ориентируется, отдает замороженные активы тем лидерам и тем государствам, которые лояльны к нему. И блокирует их на долгие годы, десятилетия для тех, кто выступает против Америки и Европейского Союза. Ну, например, Хуан Гуайду. Он вел проамериканскую позицию. В результате ему вернули, полностью вернули, полностью вернули все замороженные активы Венесуевы. А вот, скажем, такая страна, как Афганистан, в 21-м году, значит, талибы взяли Кабул, вытеснили американцев полностью. Но замороженные 9 миллиардов долларов остались на счетах западных банков. Карзай, бывший президент Афганистана, буквально умолял, отдайте деньги афганскому народу. Ничего подобного они не отдали. В чем вопрос? В чем вопрос? Отдадут или не отдадут? У нас такая же ситуация. Я бы не отдал. Знаете, я слышал такую информацию. Я сразу скажу, это Хайсмин говорил. Он сказал, что, не знаю, где он подсмотрел, он сказал, что замороженных у нас осталось активов примерно на триллион двести, что ли, тысяч. Каких активов? Я беру их. Не западных, западных. Они заморозили наши. Я беру золозавалютные резервы, которые находятся там, на западе. Я понимаю. А у нас есть заводы, которые работают, ну и так далее. То есть там будет очень трудно все. Не волнуйтесь. Все-таки дальше. Если взять активы Ливии, когда... Давайте мы все-таки подведем черту здесь. Значит, мы забегаем вперед. Это, наверное... Давайте я тогда с Трифорами порасскажу. Пока мы ходим сюда. Я задам пару вопросов таких, которые, как бы, выведут нас, как мне кажется, на правильный русло. Значит, вот мы сейчас в какую эпоху? Капиталистическая часть мира, в которой находится Россия, в какой находится стадии? Монополистической. Как делят мир и его богатства страны в эпоху империализма? Ответ. Совершенно верно. По силе, по капиталу. Поэтому кто силен, кто-то отнимет. А вопросы, как они это обставят юридически, вот абсолютно нас не должны не рисовать и не волновать. Придумают. Значит, я задаю такой вопрос. Вы получаете зарплату и в силу каких-то определенных обстоятельств вы эту зарплату на хранение даете мне. Вот я вам говорю. В любой момент обращайтесь, я вам отдам, сколько нужно с вашей зарплатой. А потом наступает момент, когда чувствую всю силу, я вам говорю, я вам не отдам. И придумают тысячи причин. У меня международный суд ГААГИ, он примет решение против вас, что вы насильник, убийца против... Извините. Вот здесь зарезают человека. И у меня организация объединенных наций под пятой. Они тоже примут решение. Значит, вопрос-то решается таким образом. Повторяю, по силе делается. Слышите? Поэтому ответ будет такой. Значит, будет Россия совсем слабая и слабее, отнимут. И обставят как нужно. Сейчас ответить нельзя. Сейчас идет война, и пока другая страна, и одна, и другая, сказать, вот так. Это состояние военным идет. даже если мы победим специальные операции, это не факт. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть на территории Украины, да, можно занять какие-то действия. Не факт. И это все решится. Опять-таки, чем? Кто будет более сильный? Это вот первое. Второе. Чем закончится, нельзя строить прогнозы, но мы должны делать выводы из экономического развития при империализме. Что вот это раз навсегда данное, что сейчас Америка, как главный империалист, со своими сателлитами выделили мер и все. Нет. Мы забегаем несколько вперед, но, коли вопрос стал, значит, в эпоху империализма действует экономический глубинный закон. Он называется закон неравномерности экономического и политического развития стран эпохи империализма. Сто лет назад был открыт. Значит, что исследует из этого закона? Что какие-то страны вот так вот плечиками подвинут старых империалистов, вырвутся на место подсоции империалистического, а какие-то отойдут в тень. Так ведь? Поэтому как будут развиваться события? Ну, прогноз сделан неблагодарный. Всяко может быть. А вы можете у нас вернуть совсем-совсем закон стоимости для его и что-то вам не было? Закон стоимости? Определение стоимости... Нет, вы говорили за основной закон закон стоимости. В чем закон? Закон спокойного явления. Спокойного явления стоимости это определение стоимости общественно необходимой затратам труда или абстрактного труда. Вот если покороче сказать. Закон? Вот это и закон. Определение стоимости общественно необходимой затратами труда. Можно так определение стоимости затратами абстрактного труда. Каково соотношение за основной стоимости? Цена это денежное выражение стоимости. Цена в редких случаях соответствует стоимости. В подавляющем большинстве случаев она колеблется вокруг стоимости, либо в большую сторону, либо в меньшую. И вот именно эти колебания, вот тоже, так сказать, закон, или как бы присущие капитализму, являются нормой. Сопадение цен со стоимости – это, скорее всего, исключение. Вопрос, позвольте? Конечно. А там у нас в самом конце вопрос, там был социалистический способ производства, мы так сильно сейчас не затронули. Коммунистический способ производства? Да. Мне в разрезе этого вопроса интересно разобраться, понять, существует ли прибавочная стоимость при таком способе производства, или как она реализуется, если она существует. Значит, прибавочная стоимость – это категория капиталистического товарного производства. Даже при простом товарном производстве прибавочной стоимости нет. Стоимость есть, прибавочная стоимость нет. То есть это категория капиталистических производственных отношений. Соответственно, способ производства коммунистический, он геометрально противоположен. Там нет прибавочной стоимости, нет товара, нет стоимости. И много чего другого нет. Но, кстати, хороший вопрос, давайте его обсудим. Мы здесь еще ведем занятия по капиталу в студии Академии Смысла Глобия. И там заочно поступают вопросы. Один товарищ вот такую мысль пролил. Ну, как же так вот. Стоимость это затраты труда. Затраты труда есть при любом способе производства. И первобытный общинный, и феодализм, и капитализм, и коммунизм будут затраты труда. Значит, стоимость вечная категория. Давайте с этого начнем. Нет, не вечной категории. Стоимость это экономическая форма, общественная форма, которая приобретает затраты труда в конкретном способе производства, в конкретной форме производства, товарном производстве. При первобытном способе производства были затраты труда, а стоимость они не приобретали. То же самое при коммунизме. Затраты труда будут? Ну будут конечно, но они не будут приобретать вот эту экономическую форму стоимости. Я на лекциях в других заведениях приводил очень простой пример. Может быть он такой же, очень простой мульгар, но все-таки. Вот вы сейчас славно потрудились этим летом, вырастили у себя картошку, замечательный урожай. Взяли мешок картошки и повезли на рынок. Это товар, картошка? Если вы повезли, обменивали на рынок, значит? Конечно. Товар это что? Продукт труда, предназначенный для обмена. Вы решили обменять. У товара есть стоимость? Конечно, есть стоимость. Значит, у вашей картошки, которая является товаром, соответственно, есть стоимость. Вот повезли, повезли, потом подумают, зачем я буду продавать. Развернулись, поехали домой. Пригласили всех нас, наварили картошки, угостили, мы едим, наквариваем. На товар? Нет. Натуральный продукт или как-то иначе? Конечно, потому что не предназначен на рынке. То есть картошка одна и та же. В одних случаях, в одних условиях экономический товар, в других нет. В соответствии коммунистическом способе производства или социалистическом, непосредственно общественном производстве, ведь продукты не на обмен производятся. По-другому они идут. Так Ленин очень аккуратно писал, но по сути дела в критике на книгу Бухарина. Идут на общественное потребление, не через рынок. И цель там другая. То есть они не приобретают форму товара. Соответственно, там нет затраты труда есть, но они не приобретают форму стоимости. Соответственно, нет прибавочной стоимости. А прибавочный труд есть и прибавочный продукт? А вот интересный вопрос и спорный. А вот поспорить. Если вы внимательно прочитаете «Капитал Марса», «Марс» раскрылся, это развертывает систему капиталистических производственных отношений. Исходя из тенденции развития, дает замечание на отношении будущего коммунистического общества. И он сделал такое предположение еще смело, но можно, как сказать, его обдумать, воспринять. Такое гениальное, что в будущем в обществе, ну, у него коммунизм, не будет разделения труда на необходимый и прибавочный. Ну, соответственно, не будет необходимого продукта и прибавочного. Почему? А Марс обосновывает. Ну, при капитализме, вот они, два противоположных класса, капиталисты присылают, все это делится, рабочий день делится на необходимый прибавочный рабочий день, и продукт делится на необходимый и прибавочный. А при коммунизме не будет капиталистов, будет общественная собственность. Так какой смысл делить на необходимое прибавочное? И Марс делает предположение. Ну, как вот решается этот вопрос, надо будет решать. Просто понятие необходимого продукта расширит свое содержание. Потому что необходимый продукт – это тот, который нужно направить сейчас на потребление рабочим. А нужно будет из этого необходимого продукта отправить на содержание нетрудоспособных. Резервы нужно создать? Нужно. Учитывая, нужно? Нужно. Вот он сделал такое предположение, что нет смысла, даже экономический смысл, делить на необходимое и прибавочное. Просто необходимый продукт расширит свое содержание. В другом контексте он вступает? Ну, развиваться общество коммунистическое можно? Значит, часть необходимого продукта нужно отправить на увеличение производства. Но это будет необходимый продукт. Вот так ответил Марш. И я думаю, в этом направлении надо бы нам исследовать. У меня тогда дополнительный вопрос есть, Виктор Иванович. Правильно я понимаю, что в том числе, потому что у нас при коммунистическом способе производства подавляющая часть производства следует плану, в том числе еще и поэтому, есть продукт, соответственно, необходимый, потому что мы заранее знаем, сколько мы будем делать. И для чего мы это делаем? Ну, это так, ну, это, как бы сказать, это, нет, неправильно. Это разной степени, как бы, абстракции. Вот сказать просто планомерно, планомерность – это неотъемлемая экономическая категория, свойства коммунизма или социалистического непосредственно общественного производства. Она противоположна капиталистической стихийности, понимаете? Но это другая степень абстракции, понимаете? А вот если туда пойти, скажем, здесь необходимо прибавочное тут разделение, то при коммунизме нет смысла делать. Ну, если не ошибаешься, у Сталина проблемы социализма, по-моему, статья она называлась. Экономические проблемы социализма в СССР. Некоторые люди употребляют понятие прибавочной стоимости, хотя уже надо бы вообще-то завязывать, если бы это такое было. Да. А в каких единицах измеряется потребительная стоимость? Ну, смотрите, потребительная стоимость при капитализме – это полезность вещи. Это как бы она выносится за рамки экономических отношений. Ну, и Марс в самом начале, буквально на второй страничке пишет, что потребительная стоимость – это как бы там товароведение изучает и так далее. А вот и другая сторона – стоимость. Количественно измеряется количество, общественно, необходимый затрат труда, затраченный в производстве товара. При социализме дело совсем другое. Ну, как бы сказать, стоимости нет, да, куда делаются затраты труда? Остается потребительная стоимость. Остается? Остается, никуда не девается. Но у него есть экономическая сторона или экономическая определенность, которая заключается в экономии труда. Вот здесь самая такая глубокая теоретическая постановка вопроса. Подключаю на ваш вопрос, что при социализме потребительная стоимость в экономическом плане измеряется в экономии труда. Все-таки это в часах получается. В часах, да. Выражается это во внешне, скажем, конечно, в часах. Снижение себестоимости, нормы часа и так далее. Но на поверхности явлений вот существовали расчетные чеки, которые имели название «деньги» в обиходе. Какое-то было количество денег. И смысл был в том, чтобы снижать затраты труда и увеличить вот это содержание этих нормы часов, на которые можно было больше купить товаров. То есть если идет снижение затрат труда, то, соответственно, снижаются оптовые плановые цены, снижаются розничные плановые цены. Увеличится их содержание. В учетах в работе промышленности снижение хозяйства натуральные показатели. Нет, это не совсем. Натуральные – это одно. Вот количество, произведено такое-то количество, я не знаю, тракторов, комбайнов, такое-то количество пшениц и прочее, прочее, прочее. То есть натуральная сторона – это одно направление. А есть другая сторона, которая отражает затраты труда. Ну, при социализме не затраты труда, они как бы… Смысл не увеличивать затраты труда, а снижать затраты труда. То есть важна экономия труда. Она измеряется уже не в натуральных величинах, а в нормы часах и так далее. Например. Конечно. При социалистическом методе производства экономия труда еще нужна для развития личности. Ну, конечно. Высвободиться. Конечно. У нас просто нет… Кстати, этот вопрос не звучал. Экономия труда нужна. Это с одной стороны, чтобы обеспечивать… Вот возьмем цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Ну, разделим на две части. Вот полное благосостояние. Ну, для чего нужно нам повышать производительность труда и экономить труд? Ну, чтобы производить необходимое количество всех продуктов, питания, предметов, потребления и прочее, прочее, прочее. Жилья строить и так далее. А вторая часть важнейшая тоже. Труд нужно экономить, чтобы увеличить свободное время. Свободное время нужно для чего? Для всестороннего развития. Для всестороннего развития всех членов общества. Совершенно верно. Поэтому ставилась задача не восьмичасовой рабочий день в программе РКРП, да? РКРПБ. Сокращать рабочий день. Так. Есть желающие еще выступить? Выступить нету вопроса. Я не знаю, конечно, очень абстрактный, но у нас был капитал Маркса, да? Потом был, вот в вашем списке литературы, империализм как высшая стадия капитализма. И Вадим Ильич развивал некоторые вещи. Ну, понятно, при Марксе их не было. Монополий и все остальное рассматривал, развивал и так далее. То есть через 50 лет после капитала, сейчас через 100 лет после этой книги Владимира Ильича у нас капитализм как поменялся, есть какие-то другие вещи, которые заметили. Что-то новое у нас или в принципе все осталось. Можно читать, как вы считаете, это классика, тот же капитал Маркса, понятно, что ее надо знать, понятно, что это основа. Но что-то поменялось, что-то развилось. Какие-то вещи мы увидели, такие, что нас удивили. Ну, конечно, капитализм развивается, но давайте так. Вот работа Ленин «Империализм как высшая стадия капитализма». Как Ленин ее назвал? Сам назвал. Совершенно верно. Популярный очерк. То есть это вот он очень скромно оценил, потому что каких-то принципиальных моментов, которые открыты, скажем, или раскрыты Марсом капиталей у Ленина есть, нет. Он не отменяется от ничего. А вот новые явления, которые дал капитализм, он дал. Второе. Вот прошло 100 лет после Ленина. Вот я задаю на ваш вопрос, вам такой вопрос задам. Вообще капитализм, он в какой-то новой стадии находится или по-прежнему в стадии империализма? Вот мы отвечаем, что никакой новой стадии, третьей, четвертой, пятой нет. Вот империализм по-прежнему остается. Поэтому все те основополагающие, основные выводы, доказательства вывода, сделанные Лениным, они сохраняют силу. А появились какие-то новые явления, но они не отменяют сущности этого империализма. Например, пожалуйста, американский фашизм во внешней политике. Вот это новое. И фашизма не было при Ленине. Знаете, фашизм появился уже после смерти Ленина в 30-е годы в Европе. То есть это новое, но это в политике. И сейчас мы новые явления имеем, так сказать, американский фашизм во внешней политике, которого не было, скажем, до Второй мировой войны. Это серьезные, большие, так сказать, новые явления. Что касается экономики, наверное, можно найти. Вот взять, скажем, авторов периода СССР, которые исследовали капитализм. Вот я в свое время писал эту учебную работу по новым явлениям в капиталистическом цикле. То есть вы знаете, да? То капиталистическая экономика развивается циклической. Это еще Маркс это доказал, и другие, так сказать, ученые, современники Маркса. То есть проходят четыре основные фазы. Это вот подъем, затем кризис, резкое падение, затем депрессия, затем оживление, затем снова подъем и пошло-пошло-поехо. И что бы там ни делали, ни капиталисты, ни буржуазные государства, все это повторялось. Какие новые явления? То есть он как был, так и остался. Вот этот цикл развития капитализма. Но появились новые явления. Они связаны с тем, что капитализм перерос не только в империализм. Он поднялся на новую ступенечку в государственно-монополистический капитализм. Но я по памяти могу назвать, скажем, какие были обнаружены новые явления. Ну, во-первых, значит, изменилась длина цикла. Раньше, грубо говоря, 10-12 лет – кризис. 10-12 лет – кризис. Сейчас нет такого. Ну, первое. Второе. Изменилась глубина падения. Вспомните Великую депрессию. Наверное, самый глубокий кризис в истории капитализма. Да? Не из 20-х, а начало 30-х годов. Сейчас такого нет. Сейчас не такой глубокий спад, не такой высокий подъем. Это новое явление в капитализме. Очевидно, новое явление. С чем оно связано? А с тем, что буржуазное государство регулирует, научилось в какой-то степени, в какой-то глубине регулировать этот цикл. То есть применять определенные меры воздействия, чтобы падение было не очень больное. Ну, и понимая, что чем выше поднимется, тем больнее будет падать, принимают меры, чтобы сгладить этот высокий подъем. Ну, новое явление. Новое. И таких можно найти. Так их нужно найти, можно же в современности описывать. Так, пожалуйста, есть эти работы, читайте. Я упор делаю на другое. Их много, и явления, и такие работы есть, и есть ученые. Вот, другое дело, что каких-то принципиальных моментов и выводов, сделанных Лениным и Марсом, никто еще не отменял. Ну, пожалуйста, извлечение прибавочной стоимости. Отменяет новейшее явление капитализма? Нет. Модифицирует это и так далее. Или то, что сейчас господствует финансовый капитал в капиталистической части мира, и мир разделен на группу империалистических разбойников и остальных, которые грабят современное явление. Хоть какое-то современное явление отменило этот вывод Ленина? Нет. То есть вот эти принципиальные выводы, они остались в силе, в положении и у Марса, и у Ленина. А каких-то новых явлений, которые как-то вот это изменяют немножко, видоизменяют, модифицируют, их очень много. И работа, я думаю, кончена. Совсем. У меня всегда это самое. Если у нас идет укрупнение, да, монополизация, укрупнение, укрупнение, но это должно закончиться, или у нас еще пока не закончилось, или есть какой-то потолок, после чего оно не укрупняется, а все-таки остается несколько. А вот давайте, значит, вы одну, значит, мы же диалектики сами здесь в этом зале. Ну, вы, да, мы еще. Ну, вы знаете, основополагающее положение, что есть в любом явлении два противоположных, так? Вы сейчас сделали упор на одно, а второе тоже действует. Это преобладающее укрупнение при капитализме. Вот обращаясь... И уже все-таки в обратную сторону тоже может идти. Оно идет. Не, оно идет, да, говорим, и туда, и туда. Рекомендую, если не прочитали работу популярной очереди Владимира Ленина, прочитайте. Вот это явление... Как раз такие мысли возникают, я его читаю. В чем закончится-то, он рассказывает. А закончится, закончится вот эта тенденция автоматически. Нет, тенденция идет к единой монополии, направленной на службу всему обществу. Но автоматически это не придет, поскольку здесь, помимо базиса экономики, есть политика, и нужны определенные действия в сфере политической настройки рабочего класса, как единственного, так сказать, класса, способного осуществить переворот капиталистического способа производства. То есть эта тенденция, вот эта конденция, будет постоянно разбиваться на то, что внутри-то капитализма остается капитализм, и конкуренция остается, так вот. И в этой противоречивой борьбе будет идти развитие капитализма. Оно идет, по факту. То есть мы еще не легко вычиспал? Нет, мы туда ползем, туда идем, 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 и постоянно откатываемся, идем, идем, откатываемся, через борьбу идет. Но к единой монополии не придем автоматически, без того, что рабочий класс не выполнит свою историческую миссию. Давайте на этой замечательной мысли закончим. Субтитры сделал DimaTorzok